Начнем с северского и слобожанского направлений. Там противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на стратегически важные направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области. На Купенском направлении враг совершил три безуспешных штурма позиций силы обороны в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Лиманское направление. Там нашими воинами отражены четыре атаки противника, в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. На многострадальном Бахмутском направлении нашими защитниками отражены семь атак противника в районах населенных пунктов Ивановская, Крещиевка, Андреевка Донецкой области. На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены девять атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненьке, Небельская. Это все Донецкая область. На Новопавловском направлении. Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки, Водяного, Урожайного, Донецкой области. Где враг при поддержке авиации 25 раз пытался прорвать оборону наших войск тщетно. На Ореховском направлении враг 9 раз пытался атаковать позиции наших защитников в районах населенных пунктов Старомайорская, Донецкой области и Работина, Запорожской области безуспешно. Переносимся на Херсонское направление. Там враг не отказывается от намерения выбить наше подразделение с плацдармов на левобережье Днепра. Так за прошедшие сутки он осуществил три штурма позиций украинских войск.